здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать здрасте здрасте светочка галя приветики приветики так ну что собираемся собираемся если меня хорошо видно хорошо слышно сейчас подключу инстаграм мы начнем сегодня разбирать очередной аспект отлично очередной аспект здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать сегодня воскресенье 12 по киеву и как всегда мы разбираем какой-то фрагмент который может быть вам поможет чувствовать себя лучше фрагмент который поможет снизить биологический возраст кому-то вес кому-то набрать мышечную массу кому-то избавиться от хронического заболевания очень рада что выполняю эту замечательную миссию и функцию ознакомлю людей с физиологии как они фуручат изнутри и когда они понимают как они фуручат изнутри им легко соблюдать инструкцию по эксплуатации тела вот такое специально обученный полезный человек для вас возможно если вы уже присоединились и слушайте меня внимательно мы сегодня поговорим о том почему люди выбирают голод как стратегию для того чтобы похудеть можете поставить единичку кто уже попробовал какие-нибудь голодочки можете поставить двоечку если вы сторонник интервального голодания потому что мы сегодня должны поговорить об этом единственное что мне немножко непонятно вот мне немножко непонятно смотрите возникла ситуация когда ваше тело в течение длительного промежутка времени заходила энергии в пище с пищей больше чем вы могли потратить то есть вы косячили по еде вы питались таким образом что давали энергии больше то есть в ванну затекала больше воды чем вытекала ванну затекает вода я сравниваю с приемом энергии с пищей то есть любая пища это энергия вот да а труба по которой из ванной вода вытекает это ваши траты так вот представьте себе если труба по которой и и из ванной вода вытекает меньше него диаметра а по которой втекает большего диаметра то нужно решить очень простую задачку которую вы скорее всего решали но не знаю там в третьем классе общеобразовательной школы когда ванна переполнится что тут непонятного на мой взгляд все понятно и тут люди решают раз у меня такая ситуация значит я возьму и перекрою вентиль чтобы в ванну ничего не поступало прекрасно вообще решение вопроса прекрасно решение вопроса какое-то время в ванну ничего не поступает но мы все равно дышим у нас сердце работает мы двигаемся мы думаем мы ходим на работу то есть из ванны вытекает траты у вас безусловно какие то есть через какой-то промежуток времени вы рассчитываете скорее всего что ванна ну опустошится то есть вы потратите жировые запасы и так оно и происходит вот кто ставил единички кто ставил двоечки напишите еще дополнительную информацию сколько вы килограммчиков потеряли в связи с этим сколько килограммчиков потеряли связи с этим но если с ванной можно так выключить вентиль и оставить ее в покое подождать пока вся вода вытащит то с человеческим организмом так к сожалению не получается потому что людей мучить нельзя вы продолжаете жить в своем теле вы чувствуете голод вы понимаете что вам нужно продолжать как то есть и питаться и в таком случае вы опять открываете вентиль а кто вас научил соблюдать вот это вот равновесие приходящая энергия равна уходящей энергии никто вы пошли на крайнюю меру перекрыли входящий вентиль то есть перекрыли поток энергию которые вы используете с едой для того чтобы похудеть но не этого же вас привело к состоянию когда у вас лишний вес друзья то есть человек возвращается на свой тот стиль питания который привел его к лишнему весу потому что он не знает другого стиля питания поэтому вот я специально обученный человек я очень хочу обратить ваше внимание на то что нельзя выйти из проблемы в из этой проблемы другим путем то есть если вы зашли в проблему таким путем что вы каждый день давали больше энергии чем можете потратить то выйти из проблемы нужно каждый день давать меньше энергии чем можете потратить вы не можете совсем не питаться вот вы пишете минус 2 килограмма до интервальное питание низкоуглеводное питание никакого голода минус 25 килограммов юлия юлия вот я за это низкоуглеводное питание и никакого голода и тогда минус 25 кг потому что ну что такое отключение питания это стресс что такое отключения питания это голод что такое отключение питания это не навсегда я сейчас говорю о том что давайте мы с вами осознаем вот для каждого это свое питание друзья не бывает pp для всех для каждого это свое питание что каждый из нас с вами должен о себе четко понимать вот я бахтена что я должна брать из пищи друзья первое я должна брать из пищи суточную норму белка вы должны брать из пищи суточную норму белка и можете не считать эти калории о калориях я говорила над предыдущим воскресенье почему потому что из белка мы хотим тело свое построить это очень важно строить свое тело из белка это важно например я вешу 60 килограмм значит я должна 60 грамм белка распределить в течение дня чтобы ко мне равномерными порциями приходил строительный материал я еще энергетический материал и даже не думала давать строительный материал белки всегда дружит с жирами вот я даю строительный материал для построения человеческого тела на что я еще должна обратить внимание я не могу есть один белок это будет аутоинтоксикация соответственно я к этому белку должна что-то еще присоединить но если я белок дала с белком всегда друшит жиры какой еще компонент питания я не учла конечно же углеводы принципе если у вас есть лишний вес вы в углеводах не нуждаетесь потому что вы можете таким образом питаться что клетка каждая клетка организма скажет слушайте ну что-то мне углеводов не дают что-то мне энергии не дают но у меня есть запасное питательное вещество в виде жира пойду-ка я возьму ключик открою амбар жиром возьму жировую молекулу и сожгу ее в своем камине в своей митохондрии мы к этому и стремимся но совсем без углеводов жить нельзя а именно совсем нельзя жить без клетчаточных углеводов те которые мы называем продвигатор не пищи например я утром съела два яйца в обед я съела к примеру но не знаю 100 грамм куриной грудки а вечером выпила кефир у меня в течение дня не было грубого пищевого волокна как мой кишечник будет заниматься продвижением пищи по желудочно-кишечному тракту кишечнику нужно запустить перистальтическую волну а он фактически пустой вот для чего нам нужно нужно грубое пищевое волокно ну например это все и вся зелень это все помидорчики огурчики капуста грибочки баклажанчики и так далее то есть это все овощи только мы к овощам не относим крахмалистые корнеплоды пожалуйста да картошку например вот и это все фрукты только мы выбираем фрукты не послаще а вот по те которые жевать надо не те которые откусил и течет по локтям а те которые прям жевать нужно вот там содержится клетчатка грубое пищевое волокно в корне в гарнирах содержится грубое пищевое волокно ну например не в белом рисе до белый рис это крахмалистый продукт вот да зачем нам грубое пищевое волокно в котором клетчатка клетчатка является углеводом чтобы было что продвигать по желудочно-кишечному тракту и так резюмируем резюмируем когда я ем я должна понимать я съела суточную норму белка и я дала себе продвигатор чтобы это этот белок не застрял где-то желудочно-кишечном тракте а чтоб его продвигали равномерно для этого должна дать грубое пищевое волокно что по поводу сладких углеводов и крахмалистых углеводов если я хочу оставаться в моем весе не набирать или убрать лишний вес то я их ограничиваю нахожусь ли я в голоде в данный момент нет я не нахожусь голоде я могу питаться три раза в день могу питаться больше чем три раза в день я не в голоде я сытая теплая довольная я не бросаюсь понимаете если вы в какой-то момент стали стали себя ограничивать в еде вот многие девочки пишут я сорвалась я сорвалась сорваться можно только с голода сорваться можно только с ограничения а когда ты себе распределила завтрак обед ужин и каждый прием пищи тебя накормил на что-то собираешься срываться вот скажите мне ради осьминога если вам мало трех приемов пищи вот вы не не доживаете между обедом и между завтраком и обедом вы не доживаете вставьте перекус но перекус не должен быть углеводным между обедом и ужином не доживаете хотите что-то подкушать вставьте перекус например жменьку орешков вставьте если вам очень хочется на ночь что-то поесть но возьмите стакан воды добавьте туда клетчатку например моё любимое локло подождите пока загустеет и чайной ложкой повыедайте вы не голодный и вы не делаете пищевых ошибок все очень просто друзья все очень просто в конечном итоге но смотрите я тот полезный для вас и очень обученный человек который ведет я не знаю сколько у меня сейчас людей в чатах может быть 5000 человек у меня сейчас чатах кто-то активный потому что только купил систему старости нет и прям идет по ступеням системы старости нет это моя очень простая для понимания очень эффективная я просто вот гарантирую результат программа вот если вы меня слушаете слышите и чуть-чуть меняете что-то в своем в своем питании в своей жизни вы гарантированно получаете результат вот и в этих же чатах находятся те люди которые уже прошли программу они специально остаются в этих чатах потому что когда приходят новички они задают одни и те же вопросы и как бы это и есть программа закрепления то есть у меня 5000 наблюдений прямо сейчас и что я вижу я вижу то что людей мучить нельзя людей нужно кормить людей нужно чтоб им было вкусно чтоб им было тепло чтоб им было уютно и что еще я вижу мне еще люди пишут ли нам у меня какая-то такая странная ситуация я всегда ела три раза в день а теперь что-то со мной такое произошло я не хочу мне надо ли себя заставляет спрашивают они интересно да вопрос надо ли мне себя заставлять то есть она пришла в программу старости нет 80 килограммовая она убрала 20 килограмм лишнего веса и осталось 660 килограмм соответственно раньше нужно было съедать 80 грамм белка распределить течение дня а сейчас я нужно съедать 60 грамм белка распределить течение дня и при этом она горит ли ну мне так не хочется вот этот третий прием пищи а если я буду пропускать я опять буду набирать вес нет нет друзья наша физиологическое функциональное питание реально и два раза в день реально два раза в день все можете посмотреть давайте выпьем воды наиболее успешны в этом мире мире люди не жрут постоянно извините потому что это потеря времени все наиболее успешны в этом мире люди они позавтракали а потом вечером поужинали а все остальное время они занимаются общественно полезными делами можете посмотреть биографию знаменитых людей если там есть указания о том сколько там что что у них было по распорядку дня по режиму дня потому что эти люди независимы от еды потому что у этих людей нормальные обменные процессы они не в инсулинорезистентности у них нет постоянного пищевого поиска друзья если вы постоянный у вас в голове постоянно пищевой поиск то вообще о каком развитии о каком достижении цели о каком ну не знаю как можно переключаться с поиска еды на что-то более высокое вот скажите мне пожалуйста но правда состоит в том извините что вы не можете усилием воли перейти на двукратное питание потому что если вы усилием воли перейдете на двукратное питание вы будете срываться постоянно и постоянно быть в поиске постоянно быть голодный а так нельзя людей мучить нельзя понимаете как же ей так удалось что она пришла ко мне 80 килограммовая теперь на 6 60 килограмм весит значит 60 грамм белка почему она не хочет вот этот следующий прием пищи потому что мы исправили ее углеводный обмен она была в инсулинорезистентности высокий уровень инсулина который заставляет искать пищу бесконечно но так как мы начали давать маленькое количество углеводов то и уровень инсулина стал соответствовать он стал маленьким соответственно уровень глюкозы более ровный потому что если он селе инсулин высокий глюкоза моментально запихивается по клеткам и ее количество в крови низкой человек гипует и на этом этапе гипования поиск еды мы это остановили и тогда я этой женщине говорю миленькая моя все нормально это физиологично кушай пожалуйста завтрак завтрак должен быть низкоуглеводный и обязательный и кушай пожалуйста свой обеда ужин который тоже желательно чтобы он был низкоуглеводный если начала греметь костями если 60 килограмм для тебя маловато смотри можешь добавить какое-то количество углеводиков не в объеме не в количестве в не в граммах а гликемический индекс не до 40 а до 50 например до 60 чтобы не греметь костями вот поэтому я говорю не бывает пп общего для всех друзей что за идиотизм бывает ваше понимание сколько мне нужно белка и что у меня по телу бахтина что у тебя по телу тебе нужно отдавать или набирать если набирать то мышечная масса это вообще не про углеводы а если отдавать это про углеводы это значит тебе нужно уменьшить количество глюкозы которая приходит в кровоток снижая гликемический индекс выбирай только те продукты которые содержат низкий гликемический индекс до 40 до 40 друзья это так просто я вам могу рассказать это вот за 15 минут я вам рассказала вопрос зачем идти в систему старости нет бахтина если ты все уже нам вытрепала все нам рассказала ответ друзья я знаю что вы все знаете вот я сейчас вам сказала вы это уже знаете скажите пожалуйста ради осьминога как вы это применяете все что я поняла в этом мире я все знаю я знаю как стать богата я знаю как стать худой я знаю как стать там как как пробежать марафон я все это знаю почему я это не делаю потому что я не все робчики вот когда я попадаю все робче когда все люди хотят вокруг пробежать марафон я думаю ну нет ну к примеру да нет нет но марафон это не для меня я не смогу нет нет смотрю она собирается и он собирается и он даже собирается и что они пробегут марафон ну ладно будут тренироваться вместе с ними тренируюсь вместе с ними я понимаю боже я тоже пробегу этот марафон понимаете о чем я вот это вот и есть система старости нет друзья а я ее задумывала не как похуделка друзья я ее не задумывала как похуделка но потому что может быть для меня не стояла какой-то большой такой задачи могу рассказать свою историю в 38 лет я поправилась на 4 килограмма поняла что иду не туда пошла в спортивный зал от колбасила в спортивном зале 9 месяцев мои 4 килограмма остались при мне но так как я набрала еще мышечную массу я стала очень крупная женщина прям тёточка такая большая серьезная если мне дать весло то со мной в темном переулке лучше было не встречаться я просто ощущала что я крупная уже понимаете вот тогда я поняла что я иду не туда и решила разобраться с самым простым и самым очевидным это с питанием с чем я не хотела разбираться за две недели я стала по объемам 25-летним человеком мои объемы моего 25 лет я все ушло все сдулась я поняла позже ну это же так элементарно зачем люди интервалят за че и насильно зачем люди считают калории зачем люди сидят на диетах зачем все это если можно вот просто вот это вот просто сделать я стала говорить людям а у них это не работает потому что им не хватает мотивации им не хватает кап 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 каждый день на их мозги и я создала эту систему в мыслях у меня не было похудения в мыслях у меня было снижение биологического возраста потому что я сама дико нуждаюсь вот я не за мне я у меня дикая нужда каждый день я думаю о том лена ты сегодня старела или молодела я об этом думаю но у меня друга другой страх ну вот ну каждый живет по своим страхам а вот у меня этот страх когда я вижу очень пожилого человека который себя убил еще в 50 лет а вот свои странно но 70 дожил да он вообще бы очень плохо я смотрю на него и я боюсь я не хочу я хочу ухаживать за своим телом таким образом чтобы она не изнашивалась это называется снижение биологического возраста и оптимальный вес это одна из граней снижение биологического возраста если у вас плюс 20 лишних килограмм то вы выглядите старше чем могли бы и я призываю всех друзья вы можете по телу быть 25-летним человеком можете и даже я могу так сказать должны только да я раньше говорила до 40 лет это само собой разумеющийся процесс а потом эта работа интеллектуальная пищевая и физическая потому что никто не отменял не они отменял ванну и выводящий выводящую трубу надо тратить энергию которые вы кушаете почему вы не можете долгое время не кушать ну потому что невозможно но долгое время не двигаться почему-то многие могут то есть фактически современный человек открывает кран по которому в ванну заходит вода и закрывает кран из которого из ванны вода вытекает все человечество толстеет толстеет человечество и так смотрите я кратенько но эмоционально вам сказала очень простую вещь первое если вы голодаете то вы нарушаете права трех триллиардов ли сколько там наших клеток или 30 я не помню все пытаюсь запомнить из какого количества клеток мы состоим но это не удается мне ну в общем право вот этих вот клеток из которых вы состоите они вам отомстят когда вы начнете все топки есть откройте рот то они будут запасать все абсолютно и ваши килограммы вернуться с пленными вот поэтому намного выгоднее выстроить выстроить продумать пищевую стратегию и двигать двигательную стратегию поэтому я у меня есть сейчас покажу вам прямо можете в шапке профиля в инстаграме посмотреть и вот здесь вот под этим видео смотрите сегодняшнее наше с вами общение вот она система старости нет она в удобном приложении в этом приложении вы получаете все 12 ступенчик системе старости нет это 12 привычек человека который уважает себя ухаживает за собой который стремится каждый день молодеть не стареть а молодеть это 9 месяцев программы это 273 маленьких урока они уже в записи и они навсегда ваши и тренировки от фитнес-тренера и чат поддержки с куратором где кураторы я отвечаем на ваши вопросы вот и по средам не повторникам по средам я еще выхожу дополнительно вот так вот отвечаю как сейчас на ваши вопросы которые вы пишите в чатах смотрите здесь есть три предложения просто система старости нет система старости нет плюс групповые консультации и персональный подход конечно же я рекомендую персональный подход это значит что вы идете по системе старости нет и раза в 21 день вы созваниваетесь с куратором и говорите у меня вот такой результат за этот 21 день куратором будет ага хорошо давайте подумаем что там с углеводами можно еще подкрутить что у вас физическая нагрузка в общем она начинает вас консультировать вот а также в персональном подходе вы можете дать свои анализы куратор передаст эти анализы мне я их прочитаю дам рекомендации как бы основное направление движения и куратор с вами обсудит эти эти рекомендации это 6 личных консультаций с куратором вот читаем анализы и так далее и так далее вот вот это вот она рекомендую рекомендую действительно много людей взять не можем но 10 человек пожалуйста спокойно мы можем взять ok вот пожалуйста если вы хотите результата но как-то он к вам не сильно приходит это значит что может быть что-то не так делаете или не доделываете начните доделывать вот просто возьмите и начните доделывать так а я хотела вам сегодня все-таки почему интервальное голодание сейчас такое модное но с одной стороны кто не знает расскажу в общем допустим человек первый раз кушает в 12 дня а последний раз кушает в 6 часов вечера то есть он кушает в интервале 6 часов а все остальное время он не кушает но с одной стороны хорошо потому что в любом случае за 6 часов не съешь такое количество еды калорий как за целый день то есть это ограничение калоража поэтому люди теряют вес но но при этом они едят обычную еду ту еду на которые они набрали свои лишние килограммы ну ладно но есть еще один механизм который которые преследуют люди цель цель который преследует люди переходящие на интервальное ну честно говоря интервальное питание нужно называть называют интервальное голодание это запуск аутолиза и протеолиза что такое аутолиз и протеолиз сейчас покажу я уже показывала была такая тема но и все равно повторю есть такое понятие как механизм аутофагии смотрите каждый день мы перестраиваем 500 грамм собственной плоть то есть пол килограмма своего мяса мы перестраиваем не только мышцы мяса но и внутренние органы и так далее например печень перестраивается за 300 дней не в одночасье до какой-то час час x да она потихонечку перестраивается стеночка кишечника эпители за пять дней перестраивается полностью и так далее то есть наш организм постоянно собой занимается вот при этом при этом какие-то клетки отмирают у них на нас наступает запрограммированная гибель клеток она называется так запрограммированная гибель клеток а вот и должны быть какие-то ферменты которые подойдут к обломкам клетки разберут ее на запчасти на аминокислоты на жирики и из этого материала будет построена соседняя клетка или дочерняя клетка но все нормально все нормально это было открыто я не знаю почему прям прям открыто открыто я читала советские еще источники там не знаю старые источники там все это уже было но вот в 2016 году японские ученые а сумме и арси и ясинори а сумме получил нобелевскую прям премию за то что он открыл вот этот механизм аутофагии но он открыл его на пивных дрожжах он изучал пивные дрожжи и понял что есть механизмы разбора старых клеток для того чтобы сделать новые клетки чем это выгодно если мы разбираем умершую клетку то мы делаем более чистым межклеточное пространство да то есть если бы такого механизма не было клетка навечно бы со своими обломками застряла в межклеточном пространстве но механизм есть и мы даже знаем за счет чего этот механизм происходит у нас есть протеазы протеолитические ферменты которые способны растригать мусорные белковые молекулы откуда мусорные белковые молекулы из погибших клеток хорошо но этот же механизм есть и внутри клетки внутри клетки есть тоже ферменты но там есть и лизосомы и так далее которые тоже расщепляют например вы начали собирать молекулу белка какую-нибудь но у вас закончилась какая-то определенная аминокислота в клетке и все и произошел обрыв синтеза белка потому что вот как ни крути но именно эту аминокислоту нужно поставить хорошо если она заменимая тогда клетка из одной аминокислоты может сделать нужную вам а если она незаменимая все обрыв синтеза белка что делать с этим с этой белковой нитью который мы уже сделали но не доделали нам нужны ферменты которые расщепят опять до аминокислот ну ладно не получилось что тут такого это же нормально это нормально но почему-то было решено что это происходит только в период голода что типа когда ты ешь то этот процесс не происходит потому что у тебя есть питательные вещества и ты строишь из них а когда ты не ешь то почему-то вот это происходит друзья это уже додумали ну эта информация не принадлежит если нори осуме он просто описал механизм аутолиза да он происходит на пищевой паузе в том числе но и без пищевой паузы он тоже происходит поэтому можете спокойно не упираться друзья любители интервального голодания если вы кушаете в кратком промежутке времени я кушаю в кратком промежутке времени у меня первый прием пищи 12 то и час а второй прием пищи но где-то 18 и последний прием пищи 18-19 и мне хорошо но не потому что я преследую этот механизм мне хорошо потому что я равнодушна к еде если я заиграюсь не знаю с вами буду говорить буду отвечать на вопросы но не знаю поеду на экскурсию какую-то я забуду поесть потому что у меня нормальный углеводный обмен потом почему не потому что у меня по наследству достался нет а потому что я его таким делаю я его не драконию его не кошмарю чем большим количеством углеводов а теперь пожалуйста друзья кому нельзя голодать вот кому вообще нельзя голодать даже не думайте сейчас объясню точным и полным людям друзья вы пришли к этому состоянию через ошибки в питании с какого перепуга вы решили что вы выйдете из этого состояния не решив ошибки с питанием вот почему вы так решили когда вы будете будучи тучным полным человеком пропускаете прием пищи организм это воспринимает как стресс она не поела она не дала нам энергетический материал чтобы что мы будем делать клетки в состоянии энергетического голода это стресс выделяется гормон под названием кортизол и этот кортизол очень интересным образом работает он идет в самое ценное в мышечную самое ценное для меня самое красивое в мышечную ткань берет любой белок мышечная ткань и разбирают его до аминокислоты растригают но там другие ферменты растригают и образуется большое количество свободных аминокислот из какого-то количества этих свободных аминокислот делается все необходимое например ферменты гормоны антитела делается а какое-то количество переделается в глюкозу и глюкозы идет в топку в каждую клетку просто для того чтобы была энергия чтобы в клетке был свет интернет работал туалет чтобы тепло было всем надо вы хотите сейчас сейчас холодно похолодало вы почему-то дома сидите там где тепло светло и ветер не дует вот клеткам то же самое надо и у по итогу у чек пропускает прием пищи или тучный человек пошел на голод он действительно худеет задайте себе вопрос вы худеете за счет сжигания жировой ткани или за счет сжигания мышечной ткани скорее всего вы ответите конечно за счет жировой а я вас прошу а почему не за счет мышечной кортизольный механизм кто отменял вы худеете за счет потери мышечной ткани и жировой ткани но так как вы не разобрались в том как вам нужно питаться чтобы не набирать как только рот открываете вы опять начинаете косячить то что ваша ошибка в питании никем не изменена только вы можете ее изменить почему некоторые люди говорят вот все доктора пройдохи такие шарлатаны ничего не умеют сахарный диабет не умеет лечить высокое давление не умеет лечить и так далее так далее даже инсулина у меня высокие таблетки у него видите ли нет от инсулина потому что вы наели эту проблему вам ее нужно разъесть доктор не может разъесть вместо вас вопрос что такое метаболический синдром берете сантиметровую ленту друзья это очень важно это касается каждого второго из вас и мерите свою талию если у вас получается девочки больше 80 вы метаболическим синдроме и вот чем больше сантиметров больше 80 тем глубже вы в метаболическом синдром это я о вас говорила метаболический синдром это вы откладываете жир сначала в районе талии а потом везде 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 и женщинам повезло женщина умеет и в район талии откладывать и на бедра и на попу и вот здесь вот в висючке на руку и где угодно а мужикам вообще не повезло они умеют только в брюхо накапливать только в живот этот висцеральный жир давит на внутренние органы сейчас грубо говорю повышается артериальное давление и привет первый инсульт первый инфаркт на 15 лет раньше чем у женщин только это потому что я сейчас конечно очень сильно упрощаю мужчины накапливают именно висцеральный жир поэтому если вы живете в одной семье с мужем кормитесь из одной тарелки фактически и так далее и у него живот а у вас просто целлюлит знаете у вас травмирующие для него и для вас питание которое ему сократит продолжительность жизни а вам просто портит пока внешний вид и что делать приходить систему старости нет разбираться с питанием в системе старости нет на нулевой ступени мы сначала открываем вентиль открываем труб трубу из которой вытекает из этой ванны да то есть мы повышаем энергозатраты каждой клетки таким образом клетка количество энергии такой же а трачу я больше может быть мне стоит пойти в жировые депо и спалить жиры хорошая идея хорошая идея вот она первой ступени мы разбираемся вообще что такое белок в каких он продуктах питания во мне где белок во мне где белок когда вы это понимаете вы не пропускаете завтрак хотите вам расскажу до пьем воду хотите вам расскажу историю про девочку про про бухгалтера таню это внутри системы старости нет есть такая история девочка проснулась тайна зовут бухгалтер понимает что заболела и совсем не хочется завтракать но ей нужно поехать в сдать отчет в налоговую и общем она собирается и едет а ее организм вообще не знает что делать в ее иммунной системы тайн ты куда поехал мне нужно антитела сделать у тебя вирусная атака где белок где вообще давай уже есть мне нужно из чего-то сделать таня же этого не слышит таня уже сдала отчет и там ее накрыл голод наконец-то она купила банан в котором ну не 0 но 1,6 грамма белка на 100 грамм продукта зато углеводов полно и зажрала его и этот банан стоит в желудочно-кишечном тракте год ну что будет мне ферменты для переваривания ну расщепляете меня амилаза это белковый фермент который дал должна расщепить этот крахмалистый продукт под названием банан вот потом когда таня приехала и ну поела со всей семьей уже вроде бы да но это уже было к вечеру ферменты остались без присмотра гормоны вот допустим в 14 00 примерно до этого времени щитовидная железа уже обязана обязана сделать гормоны щитовидной железы чтоб таня красивая осталась а из чего извините из чего если она не завтракала поэтому я еще раз говорю друзья наши организмы они лидеры по натуре если снаружи не дают возьмем изнутри вот вам аутофагия элементарно или разберем старые заборы чтобы новые сделать или разберем функционирующую мышечную массу ужасно с образованием вот этих аминокислот из которых сделаем ферменты гормоны антитела если вы этого не понимаете я готова каждый день что-нибудь какой-то аспект из этого вам доносить структуры головного мозга потому что это является моим талантом люди которые проходят систему старости нет они говорят лент ну как бы до начинаешь по-другому думать начинаешь по-другому относиться к себе и самый главный такой часто повторяемый словесный словесный шаблон который я слышал от моих студентов и они как это лена истинная любовь к себе я думала любовь к себе это золотое украшение купить какой-нибудь кулончик себе купить новую шмотку купить истинная любовь проснуться с любовью сделать завтрак выпить суточную норму воды посчитать сколько я белка сегодня съела отвести себя на прогулку вот она истинная любовь потому что вот это ближе чем золотое украшение друзья кому нельзя голодать но очень хочется про метаболический синдром я сказала для нас еще есть люди с нарушением углеводного обмена недавно был срач извините в моих социальных сетях какие-то две ненормальные женщины на меня обрушились с тем что вот я видите ли пропагандирую низкоуглеводный стиль питания вот а он подходит только при диабете друзья при диабете поздно диабет это необратимая поломка углеводного обмена с которой вам придется жить до последнего вздоха и это борьба ваша сегодня сегодня на сегодня между развитием осложнений и неразвитием осложнений это поздно надо было думать 10 лет до постановки диагноза сахарный диабет пока вы были просто в инсулино-резистентности потому что инсулино-резистентность это тоже поздно это уже повреждение углеводного обмена но пока обратимая вот здесь бы включить низкоуглеводное питание а вообще если думать нормально тонн как только начала добавлять лишний килограмм 2-3 вот тогда нужно включать низкоуглеводное питание но такие люди сидят в засаде не покупают книгу старости нет не приходят систему старости нет потому что ну что ну всего лишь три килограмма зашью рот на три дня посижу на яблоках минус три килограмма будет и так напоминаю кортизол вырабатывается при голоде разбирает на части ваши мышцы и из них делают глюкозу и эта глюкоза будет сожжена потому что вы снаружи не даете и переделается в жир и там где была мышца станет жир вот она программа старения старый человек человек у которого снижается количество мышечной ткани и растет количество жировой ткани это стареющий человек я таких вижу каждый день но благодаря тому что люди в системы старости нет и они прям отслеживают самые гениальные считаю мои студенты студенты бывают разные как всегда да но самые гениальные студенты они прям берут анализатор структуры тела и по нему отслеживают сколько они добавили мышц за не но за неделю до за неделю сложно за две недели например какая тенденция и сколько убрали жировой ткани все мы очень легко устроены изнутри как ванна наполняемая водой друзья если вы думаете что мы какие-то очень сложные внутри вообще не сложно и вообще не знаю как я могу 20 лет говорить одну и ту же информацию моя моя группа которая занимается продвижением этой информации в общем моя замечательная команда системы старости нет что они говорят лены мы удивляемся как ты можешь толдычь одно и то же 20 лет и еще от этого не устал одно и то же друзья это мы не сложно устроены нет а у меня мышцы не превращаются в жир а наоборот атрофируется все больше ваша ошибка какая не даете себе суточную норму белка ладно даете но тогда не перевариваете ладно даете перевариваете но не пользуйтесь мышечной массой то есть у вас нет физической нагрузки анаэробные которые заставляют расти мышцы что из этих трех я угадала татьяна вот прямо сейчас напишите мы же даете ли суточную норму перевариваете ли если физическая нагрузка все друзья элементарно ватсон кому еще нельзя голодать голодать по всех религиях от поста освобождают беременных детям нельзя голодать и поститься то что они растут или наносят себя растущие спортсмены которые сейчас в состоянии нагрузки они не имеют права голодать потому что он ну друзья катаболические процессы анаболические процессы их надо уравновешивать анаболизм разрушения катаболизм то есть анаболизм создание катаболизм разрушения той же самой мышечной массы путешествующие путешествующие вообще в очень сложной ситуации поиска еды потому что ну как бы не домашняя еда другая вода другая пища как правило можно купить или взять с собой только углеводы по что белковые продукты быстро портятся и болеющие друзья если вы болеете переходите на более на пищу которая лучше переваривается потому что вы болеете у вас все силы идут на иммунную систему нужно чтобы они шли на иммунную систему на пищеварение ничего не остается переходите на бульончики куриные переходите на такую простую еду которую дают болеющим и если не хотите есть не кушайте какой-то промежуток времени силой нельзя себя кормить но постоянно себе нужно предлагать да вот татьяна ответила наверное не перевариваю так то есть она ест белок но его не до переваривают значит надо работать с перевариванием это первая ступень системы старости нет третья неделя и пишет что из-за боли мало двигаюсь а какой мышечной массе идет речь извините так хорошо кому нельзя голодать но очень хочется друзья если у вас есть любое аутоиммунное заболевание или аллергическое заболевание это значит что представьте себе ваш кишечник вы туда даете пищу а эпители кишечника он должен состоять из клеточек который встык-встык друг другу вот никак между ними не пройдешь вот я пищевое вещество я в просвете кишечника я кусок белка и я не могу между клеточками проникнуть а потому что здесь уже кровоток прям уже кровоток мне нужно быть полностью расщепленным зайти в клеточку в эту клеточку а эта клеточка меня уже отправит в кровоток как умно придумано но у людей с аутоиммунными аллергическими заболеваниями вот здесь вот дыра между клеточками дыра и кусок белка прям через эту дырку бумк и в кровоток а в крови иммунная система наград что ты же пищевой белок ты что делаешь здесь могут быть только мои белки наши вот этого тела тут бахтин и только белки должны быть тут не может быть куриный белок не может быть чечевичный гороховый белок ты же ты вообще что наделал и начинает иммунная система против него это будет аллерген или антиген делать антитела и вот это дерущиеся ребята циркулируют везде куда-нибудь садятся и куда они сядут там аутоиммунное воспаление тироидит гламир ланифрит в кишке болезнь крона нас суставы ревматоидный артрит кожа изнутри склеродермия нервной системы рассеянный склерод склероз бронхиальное дерево бронхиальная астма кожа изнутри нейродермит и как вам это нравится а теперь давайте голодать конечно народ говорит лена у меня была аллергия я села на голод на 14 дней и вообще аллергия закончилась завершилась я говорю хорошо замечательно потом ты стала есть и когда потом меня накрыла так накрыла что до сих пор почему друзья почему потому что вот эти клетки о которых я говорила которые должны быть встык они живут пять дней суток и если вот и вот вы сели на яблоки на пять дней эта клетка раз пять дней должна поделиться и дать две дочерние а у нее нет строительного материала простите извините она просто погибнет вот и все и вот здесь вот дырка и через эту дырку еще больше пищевого белка пойдут куда туда куда не надо понимаете поэтому вам нельзя голодать люди с аутоиммунными аллергическими заболеваниями не голодают они питаются питаются людям с гипотириозом нельзя голодать друзья я знаю если у вас гипотириоз вас это уже все достало у вас нет энергии у вас нет энергии на движение любая пища стоит посмотреть на какую-нибудь круассанчик он уже откладывается и так далее потому что ваша клетка не имеет энергии даже на построение саму себя она берет пищу и проще всего сделать из этой пищи три глицериды потому что ее камины и и митохондрии никто не заводит ее должны заводить эти митохондрии чтобы они работали чтобы они сжигали гормоны щитовидной железы а у вас этих гормонов мало но если вы еще пойдете в голод такие люди думают просто не буду жрать ну что тут такого просто жрать не буду и все и они просто не жрут и 7 дней и 14 дней 21 и что и ничего друзья кто голодал с гипотириозом и ничего не отдали ни килограмм чика это так обидно но когда вы начинаете есть все намного хуже потому что голод как никто другой провоцирует тканевой гипотириоз смотрите ваша щитовидная железа может делать достойное количество т т4 это тирозин и 4 атома йода т4 не самый рабочий гормон но он должен прийти в ткань ткань должна иметь фермент селен содержащий фермент не дай бог у вас селена не хватает друзья кстати говоря который оторвет один атом йода и будет т3 самый рабочий гормон так вот это т3 может быть рабочий а может быть реверсивный т3 но другая пространственная конфигурация реверсивно называется вообще не рабочий вообще не рабочий и вот этих нерабочих гормонов т3 полно при хронической усталости при голоде при хронических заболеваниях у нас человек пожилой полнота 3 реверсивного с хроническими болячками полнота 3 реверсивного допустим в периоде стресса полнота 3 реверсивно он еще решил поголодать молодец вот прям вот вот то что требовалось доказать друзья да еще и в инсулинный резистент да еще с дефицитом цинка понимаете это преступление пропустить прием пищи при гипотиреозе кому еще нельзя голодать людям у которых есть хоть одно хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта помните желудочно-кишечный тракт выслан клетками людьми выслан вот люди сидят на рабочих местах представьте что это не клетки а люди они под в офисе сидят и работают на вас а вы им не зарплату не платить потому что видели пошли на интервальное голодание ли вообще на голодание эти люди просто уволятся клетки не могут уволиться не просто апоптос и все гибель поэтому у кого нарушение переваривание пищи вот смотрите вы дали столько еды а ферментов вот столько так и распределите белок и пищевые ингредиенты иначе давайте столько еды сколько у вас ферментов просто чаще тогда питаетесь и любое хроническое заболевание друзья смотрите когда я строила систему старости нет я я вас видела я ее делала лично для вас друзья я понимала какие бывают проблемы и вопросы у всех дефицит адекватной физической нагрузки вы можете сказать лена я нашагиваю 10 тысяч шагов если вы недовольны при этой своей фигуре эта нагрузка для вас неэффективны я я знаю что большинство не знают как строить тарелку я не знала пока не подумала об этом но я подумала и и поняла потому что у меня за плечами медицинское образование мне это все очень легко дается друзья то есть меня причинно-следственные связи все работают если что-то не работает я пойду до учусь и начнет работать если чего-то не понимаю поэтому я могу объяснить у всех проблема с водой у всех проблема и в том числе огромное количество людей имеют уже изношенный желудочный и кишечный тракт так вот на первой ступени системы старости нет я актуализирую этот вопрос вы научаетесь до переваривать пищу а она 6 систем 6 шаг системы старости нет ступень мы делаем протокол он и аутоиммунные и улучшающие пищеварение и реабилитация желудочно-кишечного тракта то есть я учла все ну это из того что знаю конечно вот друзья почему людям стрессе вот вы в стрессе нельзя голодать опять тот же самый кортизол опять тот же самый реверсивный т3 оба механизма сразу когда вы в стрессе смотрите т3 реверсивный образуется когда вы в стрессе стресс проходит а т3 реверсивный остается уровень кортизола возвращается к норме потихоньку а т3 реверсивный еще длительное время остается то есть вы попадаете тогда в оба механизма поэтому друзья смотрите как это важно когда у вас появляется ребенок новорожденный даже если он набирает немножечко больше веса вы что будете его вы будете пропускать приемы пищи нет детей нужно кормить строго или по требованию или по времени как вы уже договорились да вот поэтому и ваши клетки они ничем не отличаются от детей они пока не могут себя сами содержать понимаете поэтому вы верхнее сознание вы божественное сознание для своих клеток вы либо можете дать либо не дать у меня кошка за за окном я могу ее покормить а могу не покормить как бы от меня зависит я думаю нормальный человек конечно я и буду кормить животное будет голодно холодно ее надо кормить вот атака себе думаете и если вы хотите перейти на двукратное питание то подождите пока организм попросит он обязательно попросит он вам скажет слушай ну что-то так не хочется обедать может быть мы сместим на обеда ужин вот когда он это скажет у вас уже будет оптимальный вес вы не будете в тканевом гипотиреозе вы не будете в стрессе в кортизоль нам вы будете ухоженные и ваш каждая клеточка будет понимать что вы заботитесь они у вас не будет уже нарушение углеводного обмена понимаете как это важно поэтому система старости нет вообще не похудел к ни разу никогда не было похудел это не похудел к это называется привести себя в соответствие со своей физиологии никогда не делайте ничего насильно никогда не терпите голод вы не никогда не сделайте себя красивой на жест каких требованиях к себе только добрая воля будете насильничать организм все равно возьмет свое понимаете почему нужно использовать регулярное все равно питание даже если вы интервалите уже потому что старость приходит через двумя вариантами первый вариант тело сохнет это бывает у людей которые ну не склонны набирать лишний вес жиром так у них устроены обменные процессы но они не думают о суточной норме белка это как правило люди которые никогда не были полные и никогда не задумывались о еде вот есть что ест и не полнеет молодец но когда ешь что ешь и не полнеешь не следишь за суточной нормой белка не из чего делать мышцы не из чего делать связки нет ничего делать сухожилия хрящи и так далее это называется сохнуть такие люди худенькие с плохой кожей тоненькой и морщинистые и так далее бабушка божий одуванчик наверное вы быстренько себе вспомнили примерно такую женщину вот вот и второй путь это через сначала большую талию метаболический синдром потом инсулинорезистентность потом сахарный диабет то есть через большой вес поэтому вы можете работать и с одним механизмом против него и с другим и если вы думаете что после 50 уже поздно я сначала думала мне было 38 и я задумала вот то что я сейчас вам говорю вот эту систему не знала что система будет прям старости нет называться так далее но я уже тогда думала об этом я думала что после 40 уже поздно ли ну 40 лет мы уже поздно сейчас я считаю 40 летних людей молодыми людьми вот мне в апреле будет 50 я считаю что 40 лет не там молодежь а а тогда это я тогда нашла эту вот картинку с показываю картинку в ю тубе патрисия 54 года с идеальным телом это бразильская бабушка это конкурс красоты который был организованный и в нем могли принимать участие только женщины у которых есть хоть один внук вот 54 года посмотрите эта женщина у нее и физическая нагрузка есть и белковая обеспеченность есть и в водичку скорее всего она пьет и по углеводам не косячит идеальное тело боже в 25 девочки так не выглядят вот саманта 51 год друзья системе старости нет дофига таких красивых бразильских бабушек станьте одной из них напоминаю система построена в качестве как как пирамидка такая самый главный привычки молодых красивых здоровых людей это самые такие фундаментальные самая фундаментальная физическая нагрузка даже не думаете если вы мастер спорта по триатлону это классно тогда вы просто ко мне может быть и не придете но если вы мастер спорта по триатлону и все равно вы меня сейчас слушайте значит что-то не так мы стали бы тратить свое время посмотрите как я с другой стороны даю понятие о физической нагрузке и требования к физической нагрузке потому что я даю элементы физиологии да и вы можете пробежать там 40 километров я не могу но задача чтобы тело развивалась первая ступенечка что значит строим тело суточная норма белка переваривание расчет рациона вторая ступень вода сколько пить зачем пить кому пить кому не пить что такое ощелачивание коррекция кислотно-щелочного баланса третье друзья если я пропала в инстаграмчике напишите мне третья ступенечка плавим жиры это три уровня понимания по углеводам общее количество углеводов гликемический индекс гликемическая нагрузка это вывод из инсурина резистентности четвертая ступень мы строим новые мембраны потому что что такое жизнь эта жизнь наша с вами это то что делают наши белковые тела на поверхности мембраны если у вас мембраны дырявые мне очень жаль но и к счастью можно сделать не дырявыми а молодыми потом две ступени чисток лимфоочищение и убийство всех грибов потом мы убираем все дефицит и седьмая ступень потом я учу вас ходить в супермаркет и не по не покупать дрянь за свои деньги а потом две ступени три ступени которые дают мощный очень классный результат мощный и очень классный результат по эстетике это молодая осанка молодое лицо и молодое движение вот это все сейчас по какой-то дикой скидки дикая скидка 67 процентов то что черная пятница ноябрь 67 процентов дикая скидка совершенно это удобная форма в приложении в приложении вы используете это все в приложении я рекомендую персональный подход на всего 10 мест все это я вам рассказала поругалась ну извините я сегодня в ударе я просто мне немножко раз задорили эти девушки которые которые они думают что они как-то меня пытаются уязвить но честно говоря меня сложно уязвить потому что у меня очень большое количество наблюдений друзья мне сложно уязвить потому что я вижу уже 20 лет как эти обычные но совершенно простые умозаключения они на самом деле люди говорят что спасают жизни жизни прям спасают но я знаю по крайней мере жизни или годы жизни представьте собирался прийти инфаркт и он не пришел или собирался прийти инсульт и он так и не дошел потому что вы не создали для него условий но это же прекрасно так вижу что сейчас я хотела показать вам саму системку старости нет как она выглядит в приложении и видимо сейчас это сделаю так экранчик покажу вот эта система смотрите все по ступенечкам все по ступенечкам я уже рассказала что значит каждая ступенька допустим лимфодренаж лимфодренаж что же здесь в этом лимфодренаже там 21 день информации на эту тему сначала вычитываем программу потом я вам говорю что такое самозагрязнение как проверить чистый кишечник или нет как угодить собственной печени почки хорошо ли вы или я забочусь о вас милые почки и это мои коротенькие коротенькие такие видео обращения к вам но каждый день каждый день и у вас уже складывается картина мира я не видела людей которые бы осознанно стали себе вредить не ну есть но это самоубийцы прям самоубийцы мы же с вами нормальные люди не самоубийцы чат где чат искать вот вы купили систему старости нет вот эта система а вот чат общение обязательно добавляйтесь потому что я отвечаю на вопросы куратор отвечать на вопросы и все конспекты здоровья напоминаю друзья я нутрициолог и мне иногда мало только питание физической нагрузки и воды я использую биологически активные комплексы поэтому например плохая у вас липидограмма я чё пальцем ее исправлю нет я использую травы при пробиотике я использую омега-3 лицетин и я объясняю как это работает и вы можете это использовать как построить коллаген аффирмациями вы серьезно нет аффирмации не получается поэтому открываете конспект здоровья это кстати будет системе старости нет и применяете как построить коллаген кей вот на экран я вопросики да дело в том что мне позадавали кучу вопросов давайте я сначала отвечу на 10 вопросов которые у меня заготовлены а потом на ваши вопросы хорошо смотрите я быстро я в телеграфном стиле аид аллергия на яйца курицу витамины лекарства очень полная смотрите аутоиммунный тироидит и плюс аллергия это у нее 22 заболевания связаны с неизбирательной проницаемостью вот тех клеточек в кишечнике да поэтому что будем делать мы будем идти по системе старости нет учиться до переваривать пищу учиться давать пищу регулярно так чтоб не изнашивалась стенка кишечника и шестая ступень системы старости нет это аутоиммунный протокол ирина вот таким вот образом а как хотели да еще и очень полная поэтому и вы смотрите если вы накопили букетик букетик это три хронических болячки как вы собираетесь с ними жить если сейчас ничего не делать то в следующем году году будет четыре хронических болячки поэтому тогда мы идем от печки с нулевой ступени системы старости нет татьяна спрашивает просто хочу узнать вашу точку по поводу зрения по поводу интервального питания рассказала да рассказала а лариса здравствуйте 54 года рост метр семьдесят вес 65 килограмм целый день у меня прямо жор извиняюсь ем чуть по чуть каждые два два с половиной часа белка конечно употребляю очень мало то есть она наедается чем крахмалистыми углеводами поэтому не наедаюсь она говорит вечером уже в 8 18 ужинаю и больше не ем до 7 30 утра после 18 не могу в себя вообще что-то впихнуть бывает вечером гостям кушать не могу мне плохо становится зато весь день и ем понемногу такой большой промежуток между вечером и утром можно назвать интервальным голоданием благодарю за ответ но смотрите то что вы не ужинаете после 18 сохраняет вам оптимальный вес 65 килограмм при росте метр шит метр семьдесят это действительно так и есть но у вас есть жалоба прям ажор целый день целый день прям ажор возьмите и посчитайте что вы кушаете вы кушаете белок вы кушаете углеводы я не против того чтобы человек ел но просто если вы кушаете белковый продукт сера у меня была живая встреча повторной девочки говорят я стала есть белковый завтрак два яйца и там салат к примеру и мне хватает спокойно до обеда то есть четыре часа я не думаю о еде и слава богу потому что раньше это же девочка говорит утречком съела овсянку потом что-то ищу глазами а тут гречечка съела немножко гречки еще что-то ищу глазами постоянно постоянно через каждые два два с половиной часа а если нужно идти в офис то девочкой смешно рассказывала говорит я брала разные контейнеры и все с меня смеялись потому что каждые два часа я открываю новый контейнер и что-то подъедаю это не от хорошей жизни а потому что есть хочется правильно поэтому возьмите пересмотрите кушайте каждые два часа но так чтобы это была еда с учетом белка например а съела два яйца потом опять захотела есть съела горстку орешков горстка орешков 25 грамм это где-то 7 грамм белка опять захотела есть хорошо кусочек куриной грудки допустим с брокколи то есть пока так пока вы угомоните свои углеводные качели вам не надо худеть у вас нормальный вес ростовой соотношение но вы не хотите думать о еде выйдите потихоньку медленно на суточную норма белка вы перестанете думать о еде талия у нее одна одно слово гастрит гастрит это 7 6 ступень системы старости нет мы с помощью биологически активных комплексов трав будем делать реабилитацию желудочно-кишечного тракта но до этого вы отредактируете свое питание потому что гастрит это потому что вы в себя пихаете ту пищу который не надо вас пихать то есть это реакция вашего желудочно-кишечного тракта обострением на то что вы питаетесь на по физионе по физиологии все татьяна хеликобактер грыжа желудка гастрит горечь как правильно питаться какие продукты исключить можно ли интервальное голодание интервальное голодание нельзя потому что у вас 1 2 3 у вас 4 заболевания желудочно-кишечного тракта хронические вам систему старость нет отредактировать питание хеликобактер мы убираем на шестой ступени системы старости нет грыжа желудка грыжа называется пищеводного отверстия диафрагмы вот так называется скорее всего у вас большой живот у вас метаболический синдром и высокое внутри брюшное давление поэтому кусок желудка вы выпихивается в грудную полость а вот а уберете с висцеральный жир уменьшится внутри брюшное давление уйдет грыжа газ 30 6 ступени горечь это тоже нарушение желчи оттока соответственно 6 ступень так ольга интересуюсь темы нутрициологии собираясь проходить обучение прекрасно под этим видео под этим видео есть такая ссылочка программа богатый нутрициолог это для тех людей которые собираются для своей семьи быть нутрициологом или для семьи из своих знакомых или вы узкий специалист другой области например вы стоматолог вы учите детей правильно говорить вы психолог вы массажист вы косметолог вы остеопат вы умный доктор и вы хотите применять еще нутрициологические знания знания то что все ваши клиенты пациенты едят омегу-3 при пробиотике но не у вас а вы хотите чтобы у вас дополнительный источник дохода тогда вам в богатого нутрициолога прям под этим видео есть ссылочка присоединяйтесь так есть камни в желчном какой режим питания лучше выбрать стараюсь сбалансировать питание минимизировать углеводы стройнела на 20 килограмм с 80 до 62 сейчас вернулась 5 килограмм и зависла зависли мне 65 если есть камень и желчном пузыре то нужно питаться почаще почаще причем в каждом приеме пищи должен быть белок то что белок дружит с жирами а жиры заставляет желчный пузырь отдать застойную желчи если не будет отдавать застойную желчи то объем камушка диаметр будет расти поэтому вы должны находиться в таком желчегонном стиле питания это 5 приемов пищи возьмите суточную норму белка в вашем случае это 70 так понимаю 70 поделите на 5 и вот каждый прием пищи 70 поделить на 5 сколько это будет вот ну допустим там 20 там 13 грамм белка а вот 13 грамм белка 13 грамм белка не забил не забывайте про грубое пищевое волокно про клетчатку если для вас это много тогда 4 приема пищи 3 приема но не меньше потому что вам нужно чтобы желчный отдавал эту старую замазка образную желчи плюс вы берете конспект здоровья у меня есть конспекты здоровья прям под этим видео можете их найти к самом конце списка конспекта здоровья что делать при жкб я там описываю лицетиновую терапию системе старости нет ваши видео как получать я технически в интернете не очень есть ватсап telegram email не справляюсь сама хочу к вам все очень просто вы покупаете систему старости не устанавливайте ее на свой рабочий стол смартфоне и она всегда с вами если не знаете как установить у нас есть техническая фея мэри она поможет все все у всех получается у вас тоже получится просто сделайте это а чат в телеграме в телеграме очень удобный чат и там мы общаемся гипотиреоз 56 лет можно вылечить без применения тироксина можно при гипотиреозе использовать интервальное голодание ответила нельзя ни в коем случае при гипотиреозе использовать интервальное голодание вот если вы уже принимаете гормоны то нужно знать, какая дозировка. Если вы соточку принимаете L-тероксина, и в течение, допустим, трёх лет и больше, то уже нет шансов на восстановление работы щитовидной железы, потому что вы три года вместо неё, тироксин же это вместо неё, то есть вы пользовались гормоном из таблеточек, а своя щитовидная железа, видимо, уже не работает. Такой темы не будет в системе старости, нет, но все остальные темы, которые касаются питания, физической нагрузки, в том числе в вашей ситуации, вам это всё равно нужно решать. Мы просто кормим щитовидную железу, даём ей всё необходимое, начиная с йода, заканчивая селеном. Если есть аутоиммунный процесс против неё, это шестая ступень системы старости, нет, то есть мы ухаживаем за органом. А может он спрыгнуть с большой дозировки гормонов на менее большой, допустим, вы сейчас на 75, мы можем сделать так, что будете на 50, потом будем мигать в сторону 25, и если щитовидная железа скажет, спасибо, я без гормонов внешних, я сама, я жива, я могу, тогда вы сможете уйти. Но как лично в вашей ситуации, я не знаю. Всё зависит от глубины процесса. С наступлением климакса стали сильно выпадать волосы. Сегодня у меня очень жидкие волосы. Возможно ли повернуть процесс вспять и восстановить густоту волос? 64 года, метр 64, вес 90. Первое, Елена, что вы должны сделать? Сделать вес 70 килограмм. У вас лишних 20 килограмм веса. Вы в метаболическом синдроме. Это хроническое заболевание, это хроническое воспаление в вашем теле. И телу не до ваших волос вообще. Понимаете? Второе, что мы будем делать? Коррекцию женского гормонального фона. Вам 64 года, ну, соответственно, мало эстрогенов они бы могли стимулировать в том числе и рост волос. Мы это тоже можем сделать. Третье, мы уберём все дефициты. Я не знаю, что у вас по щитовидной железе, что у вас по железу, по ферритину и так далее. Вы всё это будете знать, потому что я стребую у вас анализы. И вы и научу вас их читать, эти анализы. Понимаете? Это всё в системе старости. Нет, я не читаю ваши анализы, если вы не в ВИПе, если вы не в персональном подходе. Не читаю. Но я учу вас читать. Окей? Вот, и на десятой ступени системы старости нет, там, где мы занимаемся осанкой, там есть и самомассаж волосистой части головы, за которую мне все говорят спасибо. Мне говорят, Лена, у меня никогда не было вот волос, посмотри, теперь у меня есть волос. Вот так вот мне люди говорят. Начала интервальная... Та же девочка спрашивает, которая 90 килограмм. Начала интервальное голодание, ела два раза в день, с паузой чувствовала себя классно. Хотя, конечно, было непросто держаться. Бросила это дело, потому что сила сильно худела лицо, и кожа теряла упругость. То есть человек не давал себе суточную норму белка, друзья. Очень хочу привести здоровье и вес в норму при 90 килограммах. Вам не голодать нужно, ещё раз говорю, вам себя кормить надо. Вам себя кормить надо. Последний вопрос заготовленный. После химиотерапии сильно резала желудок. Желудок так стал реагировать после того, как она начала кушать после 21-дневного голодания на воде. Друзья, ну почему голодание? Ну я понимаю, смотрите, есть... Когда аховая ситуация по здоровью, а злокачественная опухоль, это аховая ситуация по здоровью, ты начинаешь пользоваться всем. Ну то есть хватаешься абсолютно за всё. И очень многие хватаются за 21-дневное голодание. Просто на меня очень часто гонят. Вот, Лена, многие люди выжили благодаря голоданию. Вы можете идти голодать, но есть же люди, которые должны вас сопровождать. То есть это люди, которые сами получили классный результат от лечебного голодания. И они должны вас выводить из этого лечебного голодания. Я не за голодание. Я против голодания. Я резко против голодания. Соответственно, я не могу вам помочь выйти из голода. И тем более, ну как бы решать проблемы, которые вы наделали этим голодом. Так, был чёрного цвета кал жидкого состава после начала голодания на четвёртый день. Скорее всего, это было тонкое кишечное кровотечение. Метастазы остались такого же размера. Может ли было связано с желчным пузырём? Чем я могу себе помочь в подготовке к следующей химиотерапии? Смотрите, у меня есть конспект здоровья номер 30. Я вас призываю его использовать постоянно. Находитесь вы в химиотерапии или нет? Что это за конспект здоровья? Друзья, это снижение градуса аутоинтоксикации. В вашем теле находятся злокачественные клетки, которые гибнут, выделяя большое количество токсинов. И люди умирают от этой интоксикации, а не от самой злокачественной опухоли. Они умирают от раковой интоксикации. Тем более, еще когда даем химиотерапии, больше клеток погибает, больше раковой интоксикации. И сами по себе химиопрепараты это интоксикация. Поэтому все мои студенты, которые запрашивают такую вещь, они находятся на конспекте номер 30 под этим видео. Потому что этот конспект выводит водорастворимые токсины, токсины из кишечника, поддерживает печень и так далее. Пожалуйста. Это вот оно. Так, что у нас по времени? Смотрю, что вы мне пишете. Ладно. Так. Я не голодаю, могу позволить себе раз в неделю круассан и банан. Лен, добрый день. Как получить конспект по аутоиммунному заболеванию? Несколько раз писала в чат конспект номер 24. Все конспекты ниже вам выдал Юра. Много лет до этого нам вбивали, что нужно частое, дробное питание для того, чтобы разогнать метаболизм. И многие приучили свой организм к частому питанию. Я не против частого питания, если вы себе можете это позволить. Я вообще не против. Есть люди, которые живут дома, работают дома, находятся дома. Вы можете себе пятикратное питание сделать. Антонина, смотрите, я, допустим, 60 килограмм вешу, 60 поделить на 5. Допустим, 12 грамм, наверное, 12 грамм белка. Я могу 5 раз себе дать в течение дня 12-граммовый прием пищи. 12 грамм, ну, допустим, 2 яйца это 12 грамм. На обед допустим, допустим, 50 грамм куриной грудки с чем-то там, с салатиком. На второй обед, если пятикратный прием пищи, 100 грамм творожка. Да, вот, потом могу дать себе там 80 грамм рыбки. Это тоже будет примерно столько же. Вот, а на ужин могу себе дать там какой-нибудь кефир, да. Вот, то есть я могу так делать, если я нахожусь дома. Но многие люди поел и побежал на работу, а потом вечером прибежал с работы и нужно поесть. То есть все зависит от того, в каком стиле жизни вы находитесь. Лена, здравствуйте, расскажите про низкий инсулин при нормальном сахаре, а то в интернете ужас, что пишет. Вы сдаете анализ крови на инсулин натощак, поэтому он и должен быть низкий. Это ничего не значит в ровным счетом ничего не знает вообще. Если сахар нормальный, инсулин низкий, это значит одно, вы голодная была, когда сдавали. Лена, обычно слушаю тебя на проходке, но из-за погоды сегодня слушаю подщипалки, пишет Галюсик. Молодец, Галя сегодня молодеет, Галя сегодня строит свое тело, плавит жиряки, снижает биологический возраст. Молодец, Галя, да, так делают все наши студенты и кураторы. Здравствуйте, у меня гликирный гемоглобин О3,3 я как-то не видела. Это мало, жировая дистрофия печени, это связано. А с чем тогда связана жировая дистрофия печени? Не могу сказать, с чем она может быть связана. Гликирный гемоглобин 3,3 я такого не видела. Но тогда мне нужно знать ваш инсулин, потому что может быть инсулина так, 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 так много, что гликирный гемоглобин эпизодически вот такой низкий весоростовое соотношение. Ну и жировая дистрофия печени, она бывает либо наеденная, либо токсические лекарства, либо какая-то интоксикация, либо алкоголь. Ну что? Ну то есть, Юля, мне нужно больше информации. Не могу угадать, не могу угадать. Но если у вас есть лишняя жировая жировая ткань, лишний вес, то жировая дистрофия печени связана с нарушением углеводного обмена. Все-таки может быть гиперинсулиномия, то есть инсулинорезистентность. Ну не знаю, надо больше обознать. Так, Лена, это очень работает сиропчик, проверено, даже один-два человека в команде на пробежке стимулирует бежать в парк и в сиропчик. Точно, точно, точно. Елена, при синдроме жильбера про голодание не говорю, точно, я забыла, при жильбере никогда не голодаем, какие-то разгрузочные дни нет, не проводим разгрузочные дни, нет, друзья. А смыслов разгрузочных, разгружаться от чего нужно? От переедания, пережора, да, по идее. А так, если вы каждый день используете питание по физиологии, от чего будете разгружаться? Почему при жильбере нельзя голодать? Потому что любой сбой в выведении желчи, вот вы голодаете, а желчи не выводится, потому что вы ничего не кушаете, а любой сбой в выведении желчи нарушает функцию и без того слабого слабенького фермента, который из опасного белирубина делает безопасный белирубин. Опасного белирубина много, воздействует на головной мозг, интоксикация этим опасным белирубином, хуже соображаешь, плохо и так далее. Поэтому при жильбере мы не голодаем. При жильбере мы пьем, попиваем, ходим горячую водичку. При жильбере мы пьем, кушаем ну минимум три раза в день, лучше пять раз в день. Вот как я рассказала, обязательно с использованием белкового компонента с каждым приемом пищи. И следим за желчьиоттоком. Постоянно работаем с желчьиоттоком. Десять дней даем репейник с каждым приемом пищи желчегонной, двадцать дней лецитин с каждым приемом пищи. А Юля меня слушает на велотренажере. А Юля выйдет с красивой жопкой сегодня после нашего с вами занятия. Представляете? А если висючки на руках не от жира, а наоборот от обвисшей, как это можно поправить? Антонина, ну под этой висючкой где-то там должна быть мышца. Если мышцу утеряли, не ели суточную норму белка, ели, но не допереваривали, не давали физическую нагрузку на эту группу мышц, то что начинайте есть суточную норму белка, начинайте переваривать, начинайте давать физическую нагрузку на эту группу мышц. Висючка уйдет, что тут непонятного. Все понятно? Юля, гребли на байдарке. А, это она предлагает Антонин. Согласна. Точно, до встречи с Еленой был банан типа спасателем, пишет Светлана Русанова. Спасибо. Да, да, да. Банан, конечно, очень удобно. Можно съесть условно грязными руками, вкусно и продается на каждом шагу. Но, друзья, но, друзья, красивое тело это, но это работа, в том числе интеллектуально над собой. Так, Лена, сколько в день на один килограмм веса нужно съедать жира? Жир всегда дружит с белками, Светлана. Всегда, например, в орешках белок и жир, в мясе белок и жир, молоко, белок и жир. Ну, там есть углеводы, ну, такое, да. Вот, поэтому, сколько, вы просто считаете белок, а жир придет вместе с белком. Наше тело, если мы его разложим, я не знаю, человечную не смотрела пищевую ценность, потому что людей не принято есть, да, но мы белок и жир, да. поэтому мы считаем только белок, на жир не отвлекаемся. Специально жирное не кушаем, потому что у многих нарушение оттока желчи просто будет плохо вам. Так, Лена, люблю ваши разъяснения, доступная информация для немедик. С вами два года, пишет Ирина, Ирина Глушкова, после удаления всех женских органов рак допрыгалась. С помощью ваших знаний наладили работу всех органов и систем абсолютно иной уровень жизни. Ира, молодец. Друзья, не ждите, пока жареный петух клюнет. Работайте превентивно, друзья. Что такое работать превентивно? поместить свое тело в идеальные условия. Санаторно-курортные. Кормим, любим, гладим, поем, не знаю, двигаем и так далее. Ну, в общем, чтобы оно не разрушалось, не цепляло болячки. Так, у меня болезнь крона на голодание прошла. Татьяна, хороши все формы целительства. Спокойно, хорошо, теперь просто себя кормите. Я ж не против. Я все уже рассказала, да. Так, Светлана, я пью только Келп от НСП, селен тоже нужно подключить. Возьмите не селен, Светлана, а защитную формулу, защитную формулу. А что, только селен нужен? А цинк? А витамин С, а витамин А, а витамин Е? Нам все антиоксиданты нужны, не только селен. Я не понимаю, когда человек только селен пьет, потому что антиоксиданты работают в комплексе, в комплексе. Витамин С восстанавливает витамин Е, например. А биофлавоноиды, так, сейчас скажу, ладно, ну в общем, там своя сложная цепь. Поэтому все антиоксиданты нужно прям в букете принимать. Вы сказали, что гречки не нужно есть или мало. Какие каши можно? Низкоуглеводные, если вам нужно худеть, низкоуглеводные гарниры, это черный рис, черный рис, даже не бурый, а черный, там гликемический индекс 35, это перловка, гликемический индекс 22, это все бобовые, гликемический индекс 25, но максимум в фасоли 40. Кенуа, гликемический индекс где-то 50, может быть 45. Вы можете использовать хлеб, который из ржаной хлеба. Я вчера, вчера у нас была уха, и я пошла и купила ржаной хлеб, гликемический индекс ржи, ну где-то 35-40. Вот, и смотрю, из чего это дело состоит. Все равно на первом месте пшеничная мука, но потом ржаная ржаная мука, ячменная мука, и на закваске без добавления дрожжей. То есть, все прям берите и читайте. Я думаю, что гликемический индекс такого хлеба ну где-то 50. Иногда можно, ну мне иногда можно, потому что у меня нормальный вес ростовой соотношение. И то, сколько я съем? кусочек один съем, один вот этот маленький слайдик съем. Так. Лена, не по теме хочу научиться расслаблять круговую мышцу глаза. Глаза уменьшаются, Антонина пишет. Когда эта мышца более расслаблена, тогда расслабляешься при открытых глазах и расслабляешься при закрытых глазах. Смотрите, у меня есть курс по лицу. Я уже устала его, честно говоря, читать. Я его читаю где-то 10 лет. И он у меня живой. И там есть целое занятие по круговой мышце глаза. И он у меня живой, этот курс, потому что я боюсь. Это настолько нежно, настолько мягко нужно работать с этой круговой мышцей глаза, что я боюсь, что люди будут драть без меня и даже записи не даю. Только раз в год я сейчас провожу этот курс. Вот. Поэтому, смотрите, Антонина, не буду прям всё показывать. Но давайте... Это очень важный вопрос Антонина задала. Потому что эта круговая мышца, она у нас вечно в напряжении. У кого-то потому что вы плохо видите вдаль, у кого-то потому что вы не носите солнцезащитные очки, рефлекторная защита, у кого-то потому что вы привыкли, вы думаете, что вы лучше выглядите с прищуром. И эта мышца устает. Вот вы можете просто наложить на неё свои руки. Она прям дрожит от напряжения. Дрожит от напряжения. Вот вы можете просто её почувствовать. А один пальчик наложить, другой рядышком. Вот. Не тянуть ничего, а просто пригласить её стать немножко растянуть это... Сделать намерение, чтобы она удлинилась. и подождать, пока она начнёт удлиняться под вашими руками. Вот здесь есть точка прикрепления, да. Сюда ставим пальчик неподвижный, а подвижный удлиняет эту мышцу немножко. И ждём, пока поедет. Ну, то есть, вот она, знаете, вот такая работа. очень медленная, очень выверенная и очень полезная. Потому что, когда вы расслабили круговую мышцу глаза, даже стервозность уходит. У меня точно уходит. Я, в принципе, достаточно стервозный человек. Можем, могу быть. Вот. Но стоит убрать гипертонус этой мышцы и прям как-то добрее становишься. Вот. не могу поподробнее рассказать, потому что там целая методика. Скажите, пожалуйста, а куда и когда одевать этот реверсивный Т3 жизнь подкидывает стрессы? Боремся против стрессов. Это конспект здоровья Антонина номер 4. Кормим себя регулярно, не провоцируем физиологический стресс, да, и даём всё необходимое для строительства Т3. Мы не знаем, будет ли этот реверсивный Т3 или не реверсивный, но мы всё равно стараемся, мы даём и йод, и селен, и всё необходимое, да. Вот. Плюс ко всему изгоняем все хронические болячки из тела. Плюс ко всему снижаем биологический возраст, потому что реверсивного больше у старых людей, а мы с вами не старые. Сколько бы у нас не было нарисовано в нашем паспорте, мы с вами не старые, потому что мы можем быть 60-летним, а биологический возраст может быть 30, мы можем быть 50-летним, биологический возраст может быть 40, мы можем быть 30-летним, а биологический возраст может быть 64. И это ваша личная ответственность. Моя по мне ответственность. Ваш биологический возраст, ваша ответственность. Поэтому чем страннее, чем здоровее, чем счастливее, тем лучше. К старости нет. Лучшая система по оздоровлению и улучшению внешнего вида проверена лично. Спасибо, Валентина. Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста, желатин помогает поддерживать мышечную массу? Желатин это белок, это коллаген, который гидролизат коллагена. Ну, сколько вы желатина скушаете, скажите мне, пожалуйста. А мышечную массу помогает поддерживать суточная норма белка, съедаемая ежедневно, перевариваемая ежедневно, и мышечную массу помогает поддерживать какая нагрузка? Анаэробная нагрузка в зале. Хотите похудеть, идите на аэробную нагрузку, бег, ходьба, велотренажер, ну, аэробики, группу аэробики. Хотите нарастить мышечную массу, прям, чтобы мышца была, чтобы вы надели маечку, а тут мышцы все видны. Вот, это что? Это уже силовая нагрузка. Я не знаю, я хочу, получается, аэробная нагрузка это снизить вес и долго жить, анаэробная нагрузка это иметь красивое мускульное тело. Я не знаю, что я хочу, я хочу и то, и другое, поэтому у меня полчаса бега, почему я бегаю, потому что у меня не повышается пульс при ходьбе, вообще никак, вот, поэтому я бегаю, вот, и полчаса у меня в спортивном зале, все, и мышечная масса, ну, я ее проверяю, она иногда зараза не растет, иногда подрастает, но не теряю, не теряю, нет, так, Леночка, спасибо вам, надежда, Данилова меня защищает, от дураков на свете хватает, не обращайте внимания, да я стараюсь не обращать, просто странно, надежда, знаете, что я думаю, если бы я учила людей, я не знаю, чему-то плохому, не знаю, пить, курить, ругаться, матом, например, не знаю, открыла бы обучающий курс, как ругаться матом, или как посылать людей, тогда я могу понять, почему на меня хейт, да, когда я пытаюсь помочь, ну, не знаю, своим личным советом, участием, или даже сиропчиком просто, человеку выкарабкаться из хронического заболевания, или из большого веса, я не понимаю, за что хейт, но хейт от меня постоянно, постоянно, удивительные люди, просто, так, Антонина пишет, ваши слова я подтвердила своим грустным опытом, прямо вижу, как из-за стрессов моя шея становится короче, короче, понимая, что трапециевидная кожлость, а раньше думала, где стресс, а где шея, вот, да, друзья, это тоже в системе старости, девятая ступень, спасибо, друзья, всем за, за сердечки, за слова благодарности, Лена, почему отрыжка после утреннего стакана воды, попробуйте полстакана воды, вы выпили стакан воды, он пока еще не ушел, а газы, которые были в желудке, вместе с этой водой, перерезти, тянули стенки желудка, вот, и, ну, как бы, вот он выхлоп, полстакана воды, а через несколько, какой-то промежуток времени допейте стакан воды, про каши сказала, да, что посоветовать из НСП, если есть полип эндометрии, пятый конспект, конспект номер 5, идите в конец конспекта, конспекты здесь все, посмотрите видео, обязательно видео, посмотрите, поймите, почему у вас полип эндометрия, и поймете, как работать, хорошо, скажите, пожалуйста, откуда берутся пятны, темные пятна на теле, Наталья Серебрякова, мне нужно знать ваш вес ростового соотношения, потому что инсулинорезистентность, если вы в ней, это если есть лишний вес, он дает гиперкератоз, может быть, это кератомы, вы имеете в виду, темные пятна на теле, может, вы имеете в виду пигментные пятна, не знаю, темные пятна на теле, вы слишком, как бы, если у вас лишний вес, вам систему старости нет, и будете уходить из инсулинорезистентности, и уйдут кератомы, так, Юля с гликированным гемоглобином 3, 3, инсулин 9, цепептид 1,6, ну, цепептид, видимо, нормальный 1,6, если вы думаете, что я знаю нормы цепептида, то вы очень хорошо обо мне думаете, инсулин, если у вас нормальные весоростовые соотношения, я ожидаю 7,8,5, какое ваше весоростовое соотношение, друзья, так, ладно, вот, идем сюда, сколько я уже работаю, так, у меня сегодня мои богатые нутрициологи, друзья, кто хочет со мной общаться каждую неделю в зуме, вот так вот мы будем с вами общаться, при этом получать выверенную мною информацию, 20 тем, первая тема, остеопороз, 7 дней, я вам высылаю информацию по остеопорозу, 7, 7, 7 информационных блоков, потом будет слабость соединительной ткани, потом коррекция женского гормонального фона, потом, потом, 20 тем, хотите получить глобальную, серьезную, фундаментальную информацию, научиться работать со своим окружением, со своими клиентами, под этим видео есть ссылка на систему старости нет, вот сейчас я заканчиваю, иду к моим богатым нутрициологам, и мы в живом общении, у нас на это уходят полтора-два часа, каждую неделю по воскресеньям, люди задают мне личные вопросы, задают вопросы по клиентам, задают вопросы по продвижению, потому что сейчас нутрициолог, одна из самых востребованных в специальностях, слава тебе, Господи, люди хотят быть молодыми, здоровыми, красивыми, и нужны нутрициологи постоянно, прям каждый день нужны нутрициологи, новые и новые, потому что мы выйдем к ситуации, когда к каждому человеку будет представлен, представлен его личный нутрициолог, выйдем, вы можете быть в этом числе, а можете профукать, серьезно говорю, потому что многие из вас сейчас думают, я всегда хотела быть доктором, но не случилось, могу ли я сейчас работать со здоровыми людей? Можете, сначала вы получаете свой результат, получаете моральное право работать с другими людьми, потом вы проходите фундаментально все основные темы, которые по здоровью интересуют других людей, потому что, ну допустим, вы похудели, но у вас никогда не стоял вопрос, допустим, по железодефицитной аномии, значит вам ее нужно выучить, у вас результат в похуделке, а железодефицитную аномию нужно выучить и помогать людям и там, то есть сначала свой результат, потом выучить все-все-все, понять, как это функционирует, а потом развивать свою деятельность, сейчас это можно делать в социальных сетях, просто со знакомыми людьми, или возможно у вас есть уже клиенты, это система богатой нутрицинок, суточная норма белка учитывает и растительный белок, нам все равно какой растительный или животный белок, главное, чтобы заходил этот белок, растительный белок шикарный белок, как работаете с височной мышцей, это большая, как вам сказать, это одно большое упражнение, если я сейчас его буду показывать, это займет 10 минут, серьезно, но могу показать, я просто беру защип над височной мышцей, вот такой защип до кости, поднимаю ее вверх, у меня есть яблоко, но оно грязное, его нужно мыть, кусаю яблоко, и начинаю прожевывать, обязательно нужно жевать реальный объект, я чувствую, как мышца работает, потом я перехожу дальше, волосистую часть головы, беру новую вертикаль, поднимаю, жую, новую, новую, и так я все вертикали прохожу, потом я прохожу все горизонтали, а потом я прохожу все диагонали, и в конечном итоге височную мышцу я поднимаю высоко, вот так, поднял височную мышцу, друзья, носогубка сгладилась, складки скорби сгладились, подглазное пространство лучше, бровь идет вверх, прекрасно, прекрасно, обожаю работать с височной мышцей, пеку хлеб на закваске, как он влияет на организм, магазинного не кушала, в зависимости от того, на чем выпечете, какая мука, берите цельнозерновую, берите ржаную, берите миксы, чем меньше муки высшего сорта, первого сорта, тем лучше, то есть более грубую муку берите, на закваске это здорово, это значит, вы не используете дрожжи хлебопекарные, прессованные, не так ли, да? Ну, конечно, маргарин никто не кладет в хлеб, домашнего приготовления, а в промышленности принято класть маргарин, это я ищу вопросы, друзья, в инстаграмчике, ищу вопросы, но я надеюсь, я хорошо сегодня по вопросикам по вашим поработала, не так ли, да? вот, молодцы, все такие активные, пожалуйста, приходите в систему старости, нет, пока еще есть скидочки, вот, и начинайте заниматься, если напоили удобрениями для цветов, как очиститься? Идите в программу очищения организма, запросите, запросите в директ, запросите в директ конспект здоровья номер 6, он будет про целлюлит, вы на это не обращайте внимания, это программа лимфоочищения, потому что удобрения, они скорее всего водорастворимы, какая-то часть ушла через желудочный кишечный тракт, через печень, через почки, но возможно что-то есть и в мешкеточном пространстве, в общем, все начиная с лимфы, надо прогнать и убрать остатки, подскажите, как влияет, влияет хлеб на закваски, на организм, в магазиново не кушала, лишнего веса нет, в менопаузе 5 лет, вы можете, лишнего веса нет, можете самостоятельно печь хлеб и использовать его, уже сказала, какой, да, вот смотрите, нам все можно, все продукты питания, лишь бы вы на них не поправлялись, не поправлялись, а если вы худеете, смотрите, задача подобрать такие продукты питания, при которых у вас результат каждую неделю, почему система старости нет, устроена так, что я у вас запрашиваю результат каждую неделю, потому что каждую неделю должен быть результат, если вы перестроили достаточно очевидно свое питание, и добавили эффективную физическую нагрузку, каждую неделю результат, тогда мы понимаем, что мы на правильном пути, я лично после 3 лет приема тероксина, со 100 вышла на 0, при гипотириозе, с отличными анализами питания интервально, шикарно, шикарно, ваша щитовидная железа жива, была жива, может быть дали эльтероксин сотку неоправданно, возможно такое, ну просто смотрите, если щитовидная железа не жива, и сотку отменить, то можно в такой гипотириоз влететь, что сложно будет оттуда выбраться, вот поэтому мы резко не отменяем, мы мигаем в сторону уменьшения, под контролем теротропного гормона, мигаем дозы эльтероксина, в сторону уменьшения, под контролем теротропного гормона, здравствуйте, Елена, 2 года на интервальном питании, 16,8, 2 чистых приема пищи, фрукты и крахмалы, не ем, но инсулин 11, а сахар в норме, есть лишний вес, и 50 левотирокса, фрукты и крахмалы, тогда нужно, вот это то, что я не успела, видимо, сказать, забыла, вот смотрите, вам нужно, вам нужно, вы не написали ваш вес, вы не написали ваш вес, допустим, у вас вес 80, допустим, вы 2 раза питаетесь, допустим, во сколько вы питаетесь, в 12 и в 7, к примеру, значит, вам в 12 нужно дать 40 грамм белка, и всем нужно дать 40 грамм белка, потому что 2 чистых приема пищи, переварите ли вы эти 40 грамм белка, качественно ли вы их переварите, если вы их не переварите, не хватит пищеварительных ферментов, они будут гнить, эти белковые, белок будут гнить, это самоотравление, понимаете, поэтому я и против, если есть лишний вес, я против двукратного питания, потому что человек не успевает брать суточную норму по белку, почему мы боремся за мышечную массу, суточная норма по белку даст вам мышечную массу, мышечная масса спалит, сожжет большое количество калорий, потому что она сама, вы можете даже ей не двигать, а вы спите, она сжигает, поэтому мы боремся за мышечную массу, вот, видите, если вы, ну вы не в плохом состоянии, вы не в плохом состоянии, но вы недовольны, да, поэтому можете добавить, распределить не на два приема пищи, все-таки этот белок, а на три приема пищи, вот ваши 80, к примеру, поделить на три, и первый прием пищи, перекус, или второй прием пищи, и третий, за этот интервал, за этот интервал, то есть, размазать эту суточную норму белка, чтобы лучше усваивалось. Это я ищу вопросы, друзья, в инстаграме, это вот так вот долго. Так, Леночка, доктор Берг советует кето-диету от инсулино-ресенции с интервальным голоданием. Вы можете пользоваться доктором Бергом, я же вообще не, я не против. Почему я не советую кето-диету? Потому что ко мне приходят люди 45+, это люди с изношенным желудочно-кишечным трактом, с двумя и более хроническими заболеваниями, если дам кето-диету, то у них будет осложнение. А мне что, потом распиливать эти осложнения, как-то спасать людей, я не хочу, я не хочу. Поэтому у меня не кето-диета. Но на кето-диете люди худеют, потому что она низкоуглеводная. Чем я отличаюсь от кето-диеты? Я даю и контролирую суточную норму белка, заставляю ее переваривать сначала. Это ответственный подход. И я играю, играю, подбираю количество углеводов под данного конкретного человека. Точнее он это делает, потому что понимает как. То есть мы работаем гликемическим индексом. Фактически мы работаем низкоуглеводным питанием под прикрытием суточной нормы белка. Получается ли большое количество жиров? Оно небольшое, оно соответствует суточной норме белка. Оно небольшое. Специально жирами мы, там, столовыми ложками кокосового масла мы не едим. Авокадо любим, но так, чтобы не каждый день прямо. Люди наедаются белком. При кето-диете люди наедаются, но долго перевариваются жиры. В этом разница. Вот. И я еще раз говорю, я уже объяснила, почему я силой не перевожу на интервальное питание. Я это сегодня прям вот разъяснила. Это мое убеждение. Организм сам скажет, Лена, давай будем интервально питаться. Двухкратно, к примеру. И я с ним соглашусь. Когда он разрешит, когда это будет его желание. Это все равно, что девушку тащить в постель против ее желания. Не, ну ты по... Не знаю, угости кофе, своди там в кинотеатр, что-то еще сделай, чтобы она сама захотела. Да? Вот точно так же с телом. Почему с девушкой, понятно, что нужно, чтобы она сама захотела, а с телом непонятно. Что тут? В чем разница? Про семена расскажите. Очень люблю семена. Например, подсолнечник, 15 грамм белка на 100 грамм продукта. Как вам? Только жиров много, 54 грамма жира в этих 100 граммах продукта. Поэтому семена и орешки мы дозируем. Хотите покажу, как я дозирую? Я сейчас вам покажу, как я дозирую семена и орешки. Сейчас. Вот. Это мои орешки. Всякие разные. Здесь есть и кешью, и миндальчик, и бразильский орех, и вот эти вот кедровые, и семена тыквенные. Я беру вот все, что влезло в мою руку. О, что-то много влезло. Вот так вот. Все, что не высыпалось. Вот это вот моя доза. Примерно 20-25 грамм. Больше я не подхожу к кормушке сегодня, потому что мы не боимся жиров, но можно переесть, где-нибудь отложиться. Особенно если все, вы уже поужинали, говорят, семена и орехи, это безопасно. Вы садитесь смотреть свой сериал, и вот это происходит вот так вот. Вот так вот. Пока все не съедите. Вы наберете лишний вес жиром, потому что любого продукта переешь, он где-нибудь отложится. Это я ищу вопросы, друзья. Может показаться, что я висю. А если нет чувства голода? Мне очень нравятся вопросы, которые начинаются с а если. Здравствуйте! Кому по медицинским показаниям противопоказана ваша программа? Интересный вопрос. Есть люди, которым нельзя двигаться. Если есть люди, которым вообще нельзя двигаться, тогда программы не надо. Есть людям, которым нельзя кушать. Если людям нельзя кушать, тогда, конечно, не надо думать над структурой питания. Есть люди, которым запрещено пить воду. Если есть такие люди, то смысл говорить о распаивании. понимаете о чем смотрите я вообще о физиологии до тех пор пока у вас есть тело которое функционирует если вам не нравится как она функционирует то пусть лучше вы что-нибудь сделаете чтобы она функционировала по физиологии то что если она не умеет функционировать не может выкручивается вы не запрещаете ему функционировать по физиологии она будет функционировать по патофизиологии а патофизиологии это уже развитие заболевания я думаю что единственное противопоказание для проведения моей программы отсутствие мотивации друзья вот не мотивированы не приходить зачем ну не мотивированные не приходят здрасте каждый день ем смесь семян кунжут лен семечки подсолнечные тыквины это не вредно а какая какая дозировка я только что показала дозировку да показала только что дозировку да это замечательный перекус хороший перекус где-то 7 грамм белка 5-7 грамм белка на 5 вот ну пожалуйста не больше потому что еще раз говорю много-много жира при стрессе уходит жир и или белок если совсем не хочется есть при стрессе уходит и жир плавится и белок если совсем не хочется есть ну как-то заставлять себе надо я тоже так на стресс реагируем вообще не могу есть я когда смотрю на пищу и я понимаю что это отвратительно как и вообще можно есть не могу вот но понимаю что надо поэтому спасаясь белковыми коктейлями реально я спасаюсь белковыми коктейлями они прям вот здесь вот у меня у меня может быть коллаген или нутри берн или смарт мил я прямо ими спасаюсь потому что но коктейль я еще могу выпить а есть ну не могу над это если горе какой-то если стресс но вообще и при этом меня юра кормит я сама даже коктейль не могу себе сделать когда вот что-то такое произошло что я не могу пережить какой конспект по перевариванию белка 7 планет нет извините 8 8 конспект по до перевариванию пищи и белка надо считать 50 на 50 белот белкового и животного происхождения растительного и животного происхождения белки это в идеале 50 на 50 белковые животного происхождения белки до желательно чтоб и те и другие были именно в такой с таком соотношении это идеально если при стрессе совсем отказ от еды это нормально весу кое ходит жир ну чтобы не уходила мышечная масса используйте хотя бы белковые коктейли вот я только что об этом сказала так еще еще ну вроде бы все друзья далеко уже хорошо смотрите вы подписывайтесь на youtube канал вы подписывайтесь на инстаграм-канал загляните еще в шапку профиля там ссылка на систему старости нет посмотрите еще под этим видео ссылка на систему старости нет присоединяйтесь пока 67 процентная скидка вот и друзья в эту среду я выйду без темы ответа на вопросы вы можете прийти задать в одном сообщении вопросик я на него отвечу хорошо все было приятно сегодня с вами провести это время идите приготовьте себе замечательный обед отдельно сходите на прогулку выпейте за за сегодня суточную норму белка а мои замечательные богатые нутрицологи ну-ка ну-ка пошли пошли через 4 минуты у нас у